Воспринимать мелодию не ухом, а всем телом, отзываясь на ее вибрации. Музыкальный слух, говорят организаторы фестиваля, есть даже у тех, кто с рождения ничего не слышит. В этом и заключается великая сила искусства. Ты враг, так уж враг. А уж если любовь, то это навечно злой и помнит Россия. Да, я готова к концерту, и у меня настроение хорошее. Я танцую и пою. Как номер у тебя называется? Танет огонь и дуэт. Я не брошу на пол пяти. На сцене сегодня маленькие артисты сразу из 20 районов Забайкалья. Готовить номера было непросто, признаются участники. Но благодаря поддержке родителей и педагогов выступления получились настолько живыми и атмосферными, что не оставили равнодушными абсолютно никого из присутствующих в зале. Такие мероприятия надо проводить, поскольку мы все знаем, как нам помогает творчество в разных номинациях жить и совершать подвиги. И несмотря ни на что, все-таки сегодня будет детский фестиваль. Дети – это отдельная такая категория, когда сидишь в зале и смотришь выступления. Без слез это редко какое номер проходит. Судьба забрала у этих детей одно из самых важных чувств. Но зато подарила взамен многое другое. И этим другим они щедро делятся и всеми силами учатся понимать нас с вами, надеясь на взаимность. Как бы мы им не внушали, что вы выходите, вы самые лучшие. Волнуются, переживают, но очень-очень любят выступать, очень любят, чтобы их понимали, поддерживали, потому что редко это в жизни встречают. Все равно дети с нарушением слуха, вообще дети с ОВЗ, очень как-то далеки от социума в нашей жизни. И вот эта возможность показать себя миру и ответ зрителя почувствовать, что они нужны, что их слышат.